Вернемся к сегодняшнему решению райсуда Челябинскому. Уже рассказывали вам эту историю. Суд поддержал сегодня не прокуратуру, а владельцев ночного клуба «Гараж», который привлек внимание общественности, а также правоохранительных органов, пенными вечеринками с участием несовершеннолетних. В сентябре в интернете появились фотографии мальчиков и девочек среднего школьного возраста, отрывающихся в клубе на пенной вечеринке. Многие из них были полураздеты. Владельцы заведения отмечали, что алкоголь они детям не продавали, а кто там в пене раздевается, это уже то, за чем уследить невозможно. В итоге уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних к клубе «Гараж» было закрыто уже на следующий день после его возбуждения. А сегодня суд фактически разрешил проводить подобные вечеринки для школьников. Наш зритель Константин Нойков прямо сейчас находится у клуба «Гараж» в Челябинске, готов включиться в эфир. Константин, добрый день. Как слышно в студию? Добрый день, я вас слышу. Клуб-то известный вообще в городе этот «Гараж» или вот только когда в новости попал, кто-то о нем узнал? Значит, клуб «Гараж» — это один из старейших клубов города Челябинска. И по мнению тусовщиков, он является одним из, скажем так, лучших качественных клубов. Когда-нибудь подобные истории происходили, так, чтобы несовершеннолетние, пенные вечеринки для детей? Вечеринки разные были, в том числе там, так сказать, и закрытые вечеринки для несовершеннолетних. Вот. Мне удалось пообщаться с охранником клуба, который работает здесь уже больше трех лет, четыре года, наверное, это Семен Алексеевич. Он сказал, что да, бывают у нас вечеринки, так сказать, для детей, при этом бывает, что родители приезжают для того, чтобы заглянуть, посмотреть, хотя, так сказать, взрослых в это время не пускают в клуб. Вот. Родители, говорит, заходят, смотрят, и, так сказать, никаких претензий. Раньше по поводу того, как себя ведут дети, соответственно, у родителей не было. Вот. Ну а здесь, в этом случае, фотографии попали в интернет, именно с фотографией начались, вот начались вот эти разбирательства. Соответственно, что можно сказать плохого относительно этого факта? То, что, значит, это 14-17 лет, то есть вот такой вот возраст у детей. И, значит, устроили конкурс на мокрую футболку. Вот. Естественно, гормоны плюс такой вот конкурс, они дали свои результаты. Понятно. Спасибо большое, Константин. Константин Новиков, я напомню, это наш зритель в Челябинске, где развиваются вот такие события вокруг местного клуба «Гараж». Спасибо. 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 Спасибо.